В эти дни в селе Тархан и Батревского района проходят Кокелевский международный пленэр симпозиум. Мастера кисти из разных городов России и стран СНГ собрались на родине основоположника профессионального изобразительного искусства Чувашии Алексея Кокеля уже в 12-й раз. Кокелевский международный пленэр уже стал художественным брендом Чувашии. Ежегодно на родине художников в селе Тархан и Батревского района собираются и признанные мастера кисти, и юные живописцы со всей страны, академики и искусствоведы. Это событие для нашей республики. И, конечно, всех хочу поздравить. И маленьких ребятишек, будущих начинающих художников, и уже довольно достаточно сложных художников, которые сегодня приехали. Очень приятно, что новая команда. Я хочу всем пожелать активной творческой работы, совмещая это параллельно с солнцем, с отдыхом и с работой на природе. Ну, в знак благодарности, и я выполняю свое обещание, я привез работу, которую обещал подарить школьному музею, который организован был открыт в том году. Вот свой пейзаж. Имя Алексея Кокеля сегодня стало символом единения народов, взаимодействия культур. Участники пленера признаются на родине Алексея Кокеля. Простор для творчества. Живописные места здесь повсюду. Я хочу от этого пленера получить по максимуму, потому что здесь варианты красивой природы, и будут позировать прекрасные натурщицы в национальных костюмах. Так что я думаю, что и встречи с художниками пленера международного очень полезны. Будем обсуждать, развиваться, писать. Я на Кокелевском пленере первый раз. Вообще я часто бываю на подобных пленерах. И сейчас я работаю уже не первый год над этносерией, то есть картины как раз этно-этно-женщины. И думаю, что я найду для себя здесь тоже материал. На этом пленере я встречаюсь с художниками из Могилева, Харькова. То есть, казалось бы, разные области сейчас, ну, политическом плане, ну, они объединяются вот на таких мероприятиях творческих. Я очень буду рад пописать, дать какие-то уроки, живописи. Завершится пленер 18 июля. Все работы, которые будут написаны в Тарханах, можно будет увидеть на выставке. По традиции ее проведут в конце года.